друзья всем привет так всех приветствую есть повод выйти в эфир есть пара новостей у меня актуально и не особо актуально наверное я имею ввиду устройства которых пойдет речь это будет color flight c10 player и smsl по 100 а к цапа усилитель он же конвертер в общем это такие события которые случились на неделе я вынужден аппараты отправлять владельцам и поэтому перед отправкой на фото там покрутить в кадре и сказать свое мнение потому что здесь есть о чем поговорить да всем благодарен за просмотр лайки комментарии в предыдущем видео про моджа отличную работу я провел хорошая публика зашла все все молодцы всем добра и удачи хорошего дня хочу пожелать взаимно молодцы все в здравом уме были там вот в общем благодарю благодарю меня вообще такое впечатление что многие несколько заложники ситуации слушают свои устройства которые имеют какой-то статус ввиду каких-либо причин вот но понимают или ощущают что чего-то не хватает но сказать об этом ну то ли не могут или не хотят то ли думать что блин кругом говорят что это правильно значит так правильно наверное в общем как будто ломают себя в восприятии то видео одно из таких с такой рубрики несколько отрезвляющих про моджа вот все поставила на свои места я молодец и все молодцы хорошо ко мне в общем приехал плеер с него начнем color flight c10 древняя модель и опять таки отсылка к предыдущему видео когда там люди пишут в комментариях некоторые вот ты хвалишь свои моды вот и у тебя что не спроси что ты порекомендуешь ты вечно порекомендуешь какое-то старье неактуально у меня свои точки отчета своя ситуация что есть у меня на руках что прошло то то и могу рекомендовать из чего получилось вытащить звук так и есть сожалению у меня не проходило через меня множество современных плееров цапа усилителей там но актуальных и типа высококлассных если ориентироваться на их стоимость что имею своим опытом просто делюсь поэтому тут не причина упрекнуть точно так же как или c10 но не было мне раньше попался он ко мне в руки прислал человека несколько лет лежит но не слушаю ну ну посредственно качество звука я так послушал в стоке ну посредственное качество звука но очень неплохое честно говоря c10 в принципе нормальный player на если мы говорим о стоковом звуке но потом в общем я не многого не ждал это тот как раз случай эта ситуация когда получил больше чем ожидал и здесь установлен цап ну чип cyrus logic 4398 вроде как и старый но по моему 2000 годов если я не ошибаюсь можете написать кто там что знает о нем у меня долгое время было пользование карта аудиокарта asus d1 asus d1 на 4398 никакая не модина лет 7 на ней сидел с акустикой микролапсула 3 mk3 немножко доработанной и там эквалайзера пользовался а импом плеером ну я думаю такой классический сценарий у много кого есть вот ну и понятное дело я не понимал на что способен этот чип я впечатлен до сказать впечатлен однозначно так и надо сказать я впечатлен офигенно получилось офигенно получилось блин c10 просто король плееров слышал получился красавец слышали бы инженеры самой компании как как их железяка может звучать просто потрясающе конечно там такие нестандартные решения принял вообще из пяти до микросхем 3 осталось ну правильно подобранные правильный выхлоп все подобрана класс в общем чтобы не растягивать просто я к чему обратите внимание что вторичка да есть дефицит на c10 но вторичка богата плеерами прошлых лет которые были сделаны еще так вот олдскульно а c10 это вообще ну самородок который я не хочу отдавать заказчику написал а может продадите не думали там продать или поменять на что-нибудь вот плейк не хочется отдавать он настолько сделан человеком для человека впечатление деревянный корпус там это сандаловое дерево там чё-то я буду я вот покажу вот просто великолепие в простоте и гениальность простоте и статус определенный ну вот ну бомба бомб выглядит шикарно ощущается в руке шикарно деревянный корпус такие изгибы едва заметные в руку ложится великолепно здесь только линейный и для наушников выход 35 более чем достаточно для для счастья аудио счастье здесь вставляется карта памяти и micro usb разъем для зарядки и также этот плеер он без андроида он просто для проигрывания локальных файлов но если надо стриминги слушать например он работает в режиме цапа может работать в режиме цапа что тоже прекрасно единственное что я хочу отметить при подключении мобильного телефона в качестве транспорта сюда он разряжает телефон по каким-то причинам не знаю почему так происходит в меню есть выбор например режимы подключения по usb это дата это charge и дак и выбираешь режим дак они charge а все равно зарядка плеера идет непонятная такая ситуация как бы не хотелось бы чтобы разряжался телефон вот это хочу заметить что я хочу сказать по качеству звука который получился в итоге я включила без прогрева сначала такой думаю ну да звук есть есть звук сначала непонятно небольшой туманчик как будто бы несколько так запертость звука имеется как будто бы и начинаешь слушать 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 и нотку ну прирабатывается прирабатывать приходит выходит на свой режим ну все сырое все сырое резисторы микросхемы перемычки все сырое вот и буквально там проходит там 10 минут я ловлю себя на мысли что как композиция уже прошла там у меня там есть разовой композиции которые там 9-15 минут ну довольно таки длинные я когда тестирую аппаратуру их слушают там там две-четыре минуты к примеру и тут смотрю что 10 минут просил следующую песню включаю все 15 минут просил еще 9 блин затягивает настолько интересно настолько реально я во вкладышах слушал потрясающая особенность цируса я не знаю вот я вспоминаю мишу циркия который на своем канале много раз говорил сравнивая мультибиты и дельта сигмы как он говорит ну дельта сигма это типа такая постная попсовая фигнюшка детский лепет по сравнению с мультибитами я не знаю 43 98 к чему это относится то ли гибридный он то ли тоже какой-то там от мультибита налет есть но с чем я столкнулся это с тем что я просто переходил там из одной комнаты в другую просто иду по коридору захожу в спальню и кульминация в композиции оркестр как гахнет я такой аж твою мать у меня так вырвалась понимаешь вот эта динамика вот эта динамика который способен выдать ну этот плеер или этот чип 43 98 напугало напугало и чем дальше он разыгрывался если сел вот так на два или больше часа залип но инструментал слушал джаз слушал и порою есть резкие всплески в композициях и ты сидишь ты невольно то ли вздрагиваешь что то ли вот так вот ну морщишься там моргаешь потому что прям динамика не оглушительная не не сверлящая не звонкая вот нет не просто громко а именно впечатляющего динамично масштабная и звук который дает этот плеер вот сидишь понимаешь в маленьких вкладышах а звук настолько большой здесь не лево-право здесь все заполнено вот просто сидишь перед и вот так до потолка ну все пространство который ты видишь это просто заполнено звуком и хочу отметить в этом цирусе невероятную какую-то точность звукового инструмента и наполненность вот что я вот здесь вот охеренное ощущение или впечатление от этого каждый звук он настолько плотен наполнен вот звуком тембрами очерчен и как бы фундаментален не за счет количества там тех же низких частот которые там фундамент могли бы задавать нет все на своих местах но каждый звук он настолько плотен концентрирован из этого невероятно реален и вот ты не можешь оторваться от послушивания ты вот сидишь и вот все время бум-бум-бум-бум под такт контрабаса этого головой киваешь вот ну невероятно тарелки все они такие прям наполнены этим звуком металла не выжигает но ярко ну короче выразительно концентрировано сфокусировано все очень очень интересно получилось поэтому великолепный плеер получился после мода просто бомба да я похвалю этот мод конечно я похвалю не ты в большую очередной раз похвалю это это просто бомба получит просто бомбический плеер вот и второй у меня подопытный был на этой неделе случайно ко мне заехал смс л по 100 а к здесь установлен чип 4493 с новенький от асахи косей его делал потом думаю я когда-то делал су-1 и думаю в чем же разница ну то есть смс л плодит устройство как будто одно и то же в разных корпусах но вообще малыш ну глянь вообще как ну такой маленький аккуратненький красавчик очень аккуратное устройство юсб си вход здесь же и дата получается приходит и питание коаксиальный выход и оптический выход в том и разница отличие от су-1 что су-1 принимает сигнал а этот конвертирует отдает цифру в цифру как конвертирует ну и понятно левый правый рца выход вот разбирается он отклеиванием но передней панели пролил спиртом там прогрел липучкой отодрал и доступ к плате есть плата потом без проблем вынимается рекомендую к покупке тоже данный аппарат классная штуковина получилось но мы это уже как будто некоторая обыденность единство что я с добротой так о нем думаю потому что за сутки с ним разобрался сутки поэкспериментировал разобрался можно еще дальше было бы с этим устройством идти но я отдаю себе отчет в какую систему он будет поедет становиться это первое и во вторых тут и так уже такой левел вылазит это очередной раз я поймал себя на мысли те мысли которые рассказывал в видео про бта 30 посмотрите кто не смотрел у меня была мысль тогда я думаю почему цап как сердце системы почему он должен быть огромным вот почему дорогие цапы продаются ездишь ну там и десятки и сотни тысяч долларов вот они там огромные такие карабасы красиво статусно да ну дорого-богато без вопросов без вопросов но задача ца просто поймать цифру дать аналог просто дать аналог на выходе а дальше а дальше усилитель да он должен быть классный высококачественный акустика должна это все показать звучит не цап звучит система звучит система на уровне самого слабого звена и что мешает цифра аналоговым преобразователю качеством высококачественным быть вот таким маленьким вот тут я не понимаю естественно что лучше там 100 побольше поставить линии провести там про кабелями там или толстыми дорожками резисторы поставить ну больше большего размера да но везде есть ну такое знаете разумная достаточность я то что я услышал отсюда вот я понимаю что ну блин он настолько на вырост ну настолько на вырост получается вот этот цап который который можно ну обрастить именно высококачественными кабелями крутым усилителем как я сказал акустикой высокого хай-фая и он не спасует он будет не слабым звеном а вот таким маленьким уверенным маленьким большим сердцем вот так хочу сказать потому что я специально я понимал куда он поедет я специально записал видео с вот той своей системы он там на заднем плане стоит там шит йотенхайм кстати стоит на 4490 на 2 да он вообще бленный вид имеет по сравнению с вот этим малышом теперь но шит стоковым приехал на мод то еще надо будет позаниматься и система у меня стоит кто-то говорит то что там у зашлак стоит там компьютерная акусика это фуфер да этот фуфер блин такой класс показывает авторская акустика sound reality бумажный диффузор среднечастотников шелковый твиттер первым порядком все там порезано правильная проводка сабвуфер на подкрепе на фундаменте стоит активный сабвуфер вот все порезано на уровне усилителя вот ну это не частота сабвуфера срезана поэтому все там по-взрослому сделано я снял видео в телеграм-группе своей черновые его я выложил два образца видео как звучит вот этот сабв вот этот сам вот той стыдной на вид системе с вот такими маленькими полочными колонками там даже по видео снятое просто зажал клавишу в телефоне в телеграм отправить сообщение там слышно насколько ты смотришь на эту маленькую акустику на сумке огромный звук просто тебя не хватает высоты помещения в этом полу метре от акустики стена даже меньше чем пол метра наверно ее просто нет там такой стадион там просто такая панорамище динамика слитная подача звуки держатся тянутся долго как положено как должно быть никаких окончаний урезанных ничего динамика такая плотность поэтому очень классно получилось короче разумная достаточность меньше 100 долларов цена в стоке просто все четко вот в общем я до получил массу положительных эмоций на этой неделе и но вам решать принимайте решение анализируйте думайте я всегда призываю вот пищу для размышлений даю что немножко все в хай-фая в аудиофилии несколько проще чем кажется не надо нам десятки тысяч долларов платить все должно быть сделано правильно они дорого вот ну пишите комментарии ставьте лайки переходите в описание там много полезной информации мой улыкс много чего продаю пишите переходите в группу пишите сообщения вопросы всем постараюсь ответить мы всем хорошего дня и до новой встречи на его счастливо пока